Блестящий Леша Гуркинс! Лех, я на опережение сейчас бахну. Нет, здесь говорят сначала красивый парень, потом очко в очко. Вы что, с ума сходим? Я хочу, чтобы это вырезали. У них был канал, называется Херня ТВ. Ай, ну нет, ну зачем? Ты сначала дай свой ответ. Ивей Спорт, Канада, а Лёв... Ну что ж, все верно. С победой, с победой! Ребята, всем привет! Новый выпуск шоу Футболина на канале United. Мы продолжаем вас радовать нашим невероятным контентом, потому что в гостях дабл Алексей. Вот это вот большая концентрация такого имени. Здесь Алексей Гасильев, Алексей Гуркинс! С победой, с победой! Спасибо, Диди Маглоба! Спасибо, Диди Маглоба! Спасибо, Диди Маглоба! Конечно, попить хочется, да? Чтобы восстановление шло сразу, то есть не просто вода, а солевой набор. При своих стенах хочется всегда побеждать. Время покажет. Кто здесь самый умный? Мы еще не начали. У меня ощущение, что уже ребята и выиграли суперигру, и пообщались, кубок забрали. В общем, все, хорошее настроение. Можно, в принципе, ничего не проводить. Даня, но я не с пустыми руками. Пять лет назад пригласил меня на передачу. У меня потом карьера взлетела в небеса, в какие-то космические. Поэтому бразильский подарочек тебе. Ты любишь мальчики новые? Я смотрю, оп! Выкинь! Такого ты кидаешь, и ты сразу в ней. Нет, это тогда уже не будет в эфире Капитал Шоу. Поле чудес. Сразу с подарками. Ну скажем, кто-то был из гостей с подарками? Да, да! Первый раз! Ребята, хорошая традиция, мне кажется. Нужна на будущее. Ребята, ребята, это, во-первых, Кариоко двойка. Всем двойки. Всем. Между прочим, это не просто бразильская форма. Это Рафаэль Кариоко из клуба. И вот первый вопрос в футболине. Лех, что это за клуб? Бразильский, очевидно же, бразильский. Конечно, бразильский. Это... Халк 2 забил, да? Фламенко? Что это, нет? Серьезно? Ты что, гонишь? Халк 2 забил сейчас. Только что Халк... Вот тебе вопрос. Халк сегодня или вчера, да? Забил 2. Они 2-0 выиграли. Атлетика Минейра? Абсолютно верно! Молодец! Ну, ну, слушай. Так приятно. Огурцы есть еще у вас? Все. Вы готовы? Я понял. Вот бывали ребята, которые приходят и сразу они не готовы. Понимаешь? Никаких сборища дрещей. Ребята в полном порядке. Поэтому мы начинаем сразу. Давайте? Начинаем? Ну, перед тем, как мы начнем наш первый раунд, будем сказать, как дела у вас? Сложный вопрос. Ну, да. Отлично, если честно. Хорошо. Работаем. В отпуск хочется. И, в целом, вчера 5000 рублей светил. Но у него жена сказала. И сегодня, ну, хочется выиграть, если честно. Да мы и так это дадим еще до эфира, как ты рассказал, чем в два раза. Слушай, ну, я рад с точки зрения того, что в списке гостей после Алексея Мирончука, Березуцкого, Гасилина шел я на четвертом месте. Поэтому приятно было тоже, что пригласили. На третьем, кстати, был. На третьем? На четвертом. Я еще шутил, что в Еврокубке попал еле-еле. А, через зону конференции снизу? Да, да, да. Ну, Дань, респект. Через зону конференции. Ребят, молодцы. Вижу, что готовы. Поэтому давайте начинать. У нас впереди разминочная разминка. Ребята, перед тем, как вы продолжите смотреть наш выпуск, у меня для вас важная информация. Партнером нашего канала является компания Пари, которая делает большой вклад в развитие российского спорта. Она поддерживает футбольный клуб Пари Нижний Новгород, который выступает в российской премьер-лиге и радует болельщиков не только своими победами, но и классными проектами. Благодаря Пари мы создаем спортивное комьюнити, в котором вам всегда будет интересно и здорово проводить время. Пари окружает игрой. Мы вам в первой части разминочной разминки даем букву, и вы на эту букву Леха, наверное, который Гуркин помнит, как он это делал, называете клубы. Кто запинается первый, тот проиграл. Время есть? Время. Ну там они дают чуть-чуть. Дайте шанс. Мы немножечко смотрим, насколько в порядке человек или не в порядке. А буква тяжелая? Буква тяжелая? Сейчас все прилетит. Ну если ща, то, конечно, плывем. Всегда видно, как у людей появляется волнение в момент разминки. Даже те, кто знают много клубов, даже те, кто прокомментировал много лет футбол и поварился в нем, все равно подтупливают. Поэтому это нормально, ничего страшного. Мы вам даем букву, решите, кто начинает. Можно я, чтобы я хотя бы один назвал? Давай. Спасибо, Лех, спасибо. Командная работа, главное понимать. Какая буква может быть у Алексеев? Какая буква может быть у Алексеев? О! А! А вот, молодец! Амкал! Начинает Алексей Гасилин и сразу с Амкала? Хорошо, давай. Атлетико Минейро. Амкар, я в нем играл. В этом клубе прекрасно. Ох, как здорово! Атлетико Сиренц. Атлетико Мадрид, можно? Мы потом расскажем, почему Алексей называет такие клубы. Атлетико Мадрид. Спасибо, Лех. Атлетико Гойненс. Есть еще Атлетик Бильбао? Я так по-испанским пойду. Анжи. Махачкалай. Ого! Андерлехт. Здравствуйте. Акрон. О, хорошо. Вот я тебе пас дам, поймешь. Арсенал Тульский. Арсенал Лондонский. Молодец. Еще какой знаешь? Да. Ну я знаю, есть еще один Арсенал. Ну можете написать, не хочу говорить. Не хочет говорить Алексей. Но я не буду говорить Арсенал. Давай. Скажу, любимый клуб Нагучева Аякс. Арис. Это чей любимый клуб? Это чей любимый клуб? Это любимый клуб твой. А я тоже тогда с Кипра возьму Аполлон. 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 Аполлон на Кипре. Андерлехт. Было. А-а. Антверпен. О, классно. Бельгии тоже туда. А я что, там Панюков играл. Есть такое. Аваи. Хавали? Аваи. Аваи. Да, бразильский. Аваи. Альмерия. Альмерия испанская. Альмерия, да. Актабе. О, классно. Есть. Так. Астрахань футбольный клуб. Вот он где Волгарь и Астрахань во второй лиге есть такой клуб. Честно. В Волгарь понятно, да? Есть Астрахань. Поверь, я играл в Волгаре, а Астрахань там есть клуб. Честно. Во второй лиге. Мы просто уже телеграмму послали, чтобы нам подтвердили. Америка. Мж. Минаджерайз. Мексиканская? Нет, это бразильская. А вот там мексиканская есть Америка? Ну вот я сначала про мексиканскую подумал. Да, я тоже. Спасибо. Я думал с мексиканской потом на МЖ. Или сразу бронировать просто говоришь и сразу говоришь, вот это такой, такой, такой. Я могу тебе подсказать как раз для нас двоих. Не, подожди. Вот с подсказками своими пересажу. Азет. О, классно. Вот, смотри. Алкмар нельзя говорить. Да, да, смотри. Блин, есть классная история. Там девушка читала новости на матч ТВ и прочитала А3. Когда они с кем-то играли. Ааа. Хорошая. Я тебе сейчас даю пасту тоже. Вот Алексей Мирочук Аталанта. И куда он может перейти? Атланта. Да. Ну теперь я сейчас проигрываю. Не, ты бы мог ничего не говорить и было бы не менее красиво. Так, 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 так. Ну подождите. Айнтрахт. Угу. Армавир. Да. Мне просто хотел сказать вроде Айнтрахт красиво, а Армавир не очень. А? Торпеда Армавир. Торпеда Армавир. Торпеда Армавир. Есть. Ну там Карпин в Торпедо Армавирском работал. Ну тогда все-таки в Германии Аугсбург. Вот когда, перед тем как ты сказал Айнтрахт, у меня в голове появился Аугсбург. Вообще я уже вам могу сказать, что вы расслабились дольше вас, не играл никто. Ну давай закончим. Хотя здесь были ребята. Хо-хо-хо. Знаете ли. Буквы разные бывают. Амазония. Заказал что-то? Быстро. Или Амазонас, либо Амазония, но точно есть. Купил на Амазоне и посмотрел как раз на Амазоне. Я не знаю, слушай, Амазоне что-то такое. Да есть. Зена, королева воинов. Да, есть Амазония, Лига Паранэнса. Да, да, да. Ну я не удивлен, что это Лига Паранэнса в целом. А вот смотри, смотри. Так. Аммония для неграмотных. Нет. А потому что она через О. Ну я же говорю для неграмотных. Слушай, ты что? Меня сейчас вспомнилось вообще, но это ты точно должен это вспомнить. Давай, считаем. Давайте, считайте. Пять. Четыре. В прошлый раз я наоборот считал. Не важно. Три. Два. Вспомни. Алешенька, Алеша, Алексей один. Давай флажок, ты забегаешь и говоришь. Ничего ты не говоришь. Алексей Гуркин побеждает в первой части разминчанной разминки. Ахмад. Ахмад. Вчера, кстати, работал на этом матче, представляешь? Очень хотели мы дать вам по баллу, потому что вы провели сильнейшую разминчанную разминку. Молодцы. Молодцы. Но все-таки по правилам Леша Гуркин ведет со счетом 1-0. И когда-нибудь там Аллы Верды сделаешь ему, да? Позвольте. Позвольте. Наилюбимейшего, то это всего лишь 1 балл. Поэтому решайте сами, думайте сами и вообще в идеале понимайте, о чем идет речь. Готовы? Не зря я тебя спросил, где ты играл сейчас за 2 минуты до начала. Не зря. Кнопки вам понадобятся. Поэтому видите факт какой-то на экране, если понимаете, во-первых, что за ответ и про кого это. Нажимаете, отвечаете. Все просто. Просто, говорю? Вразилия. Молодец. Поехали. Перед вами победители некого турнира разных лет. Назовите турнир и пропущенную сборную. 2010-й Англия, 11-й Нидерланды, 12-й тоже Нидерланды, 13-й пропустили, 14-й Англия. 13-й сборная Россию, 17-й чемпион Европы Алексей Гассилин. И сборная России выигрывает золотые медали. Мы чемпионы Европы, 2013-й год. А ты когда нажимал, понимал или ты просто сначала нажал, а потом решил подумать? Ну, догадывался, мне кажется. Молодец. Да нет, фарт. Божий фарт, спасибо. Было бы забавно, если там турнир был какой-нибудь МКС или еще что-то. Ты жмешь такой. Действительно, чемпионат Европы до 17-ти лет, сборная России, в составе которой играл Алексей Гассилин и выиграл чемпионат Европы. Факт, о котором он не слышал ни в одном эфире никогда и ни разу. Смотрим факт следующий. Назовите клуб по некоторым его достижениям. Я решил все не перечислять слишком много. И... Лех, ну... Подожди. Нажал первый Алексей Гуркин, но он хочет, чтобы был на зал Алексей Гассилин. Примерно. Какие-то вообще. Да нет. Шеффилд. Шеффилд FC. Абсолютно. И это правильно. Ну, вы решили поддерживать, да, тему, что я еще не сказал? Вы уже похлопали, все объявили. Не, ну там без вопросов. Amateur Cup в 903-м как раз. Там только Шеффилд играл и клуб. Не, Шеффилд это самый старый клуб, да, в мире? И клуб Сибскана первый. Ты когда сказал, как раз, ты что имел в виду? Там вот как раз 903-й. Ну, я говорю, 903-й это Шеффилд только играл. И первый клуб, где Сибскана еще начинал играть, он мне рассказывал. Я думаю, навряд ли про иркутский футбол будет речь, поэтому... Не, я помню, в Шеффилд ты приезжал к нам, самый старинный клуб, да, в истории футбола. И кто играл за Шеффилд, когда он приезжал? Я не помню. Они играли из торпеды, там, играли на Стрельцова. Абсолютно верно. И кто там играл? Какого-нибудь одного футболиста назови. Даркин. Помнишь? Пятый номер на защите. Да нет, конечно, не помню. На воротах. Человек с тобой стоит рядом. А ты играл, да? За Шеффилд играл. Блин, это легендарно. Лех, прости, что я не знал, но я знал Шеффилд хотя бы. Это неплохо. Это уже великолепное познание, да. Всем привет, я сейчас нахожусь на стадионе, легендарном стадионе Эдуарда Стрельцова, стадион Торпедо, где сегодня, возможно, если все карты сойдутся, я смогу принять участие в матче Шеффилд Торпедо. Именно он поле покидает, а Алексей Гуркин выходит вместо Нибу. Да, Шеффилд играл пять лет назад на турнире с клубами российскими, и Леха Гуркин был в составе. Выглядел блестяще. Следующий факт. Больше других в истории это сделал Олег Веретенников двадцать четыре раза, и один из вас сделал это 16 августа двадцать второго года. Что именно? Итак. Ты знаешь? Я думаю, что дубли. Чего? Или хитрик. Ну дубль, да я отвечу, что... Хотя 22-й год, подожди, 22-й. Хитрики, хитрики, хитрики. А что, что хитрик-то? Олег Веретенников, возможно, что в истории нашего футбола... Нет, если бы это был хитрик, то я бы тебя попросил назвать матч, кому-то забивал. Не, ну что именно сделал? Он, Веретенников сделал хитрик, ну, делал 24 раза хитрик, а 22-го я, может, сделал, замкал хитрик... Ладно, Лех, с тобой все понятно. Неправильно. Спасибо. Ты скажи мне, потому что ты можешь ответить на этот вопрос. Фух, ну, навряд ли Олег Веретенников на ту дрот снимался 24 раза. Поэтому... Шварц про Олег, который никто не знает. Я просто поддать и пытаюсь даже... Ты хочешь сказать, что я не близок был в своих раздумьях? Ну, как тебе сказать... С одной стороны, да, с другой стороны, не очень. Так, давайте мы здесь поставим точку. Я просто... Ну, ты предположить можно? Давай, забивал со штрафных. Неверно. Понимаю, что штрафные твоя любимая тема. Но никто из вас правильный ответ не дал. А 16 августа 22-го года Алексей Гасилин забил мяч в Кубке России. И это первый мяч в истории... Но у меня было, кстати, вот... Ничего у тебя не было. Потому... Ох, какая передача! Какая передача! Ой-ой-ой! И... И это гол! 1-1! 1-1! Алексей Гасилин! Но какая, господи боже мой, передача была на Гасилина! Я думал, что у тебя это от зубов будет отскакивать. Что у тебя набито в комнате вот так вот. Что, я какому-то зоркому забил и должно это быть набить? Это первый гол в Кубке России всех медийных команд. Понимаешь? Это историческое событие. Нес вклад в историю развития нашего футбола, Алексей. Не самый трудный вопрос. Но я тугой. У тебя же вон подсказка была, вон. Человечек в форме. Конечно. Извините, глуп я, глуп. Следующий факт. Смотрим. Собрались повнимательнее. Сейчас про тебя, Алексей. Побратимом этого европейского города является город Шахты в Ростовской области. А какой футбольный клуб был основан в этом городе 4 мая 1904 года? И... Шальке 04. Почему? Что почему? Не, почему ты решил ответить, что это Шальке? Благодаря какой? Какому факту? Шахты, шахтеры. И Шальке 04. Это год основания. Кстати, и Байер тоже 04 в этом же году был основан. Леша молодец. Счет становится 2-2. Итак, пятый вопрос второй части разминченной разминки. Погнали. Это слово. Псевдоним жившего в Екатеринбурге основателя общества «Динамо» марка, выпускавшихся в Свердловской области советских велосипедов, домашняя арена хоккейного клуба «Автомобилист». Назовите это слово. Общество «Динамо». Ну, слушай, я был в Свердловской области. Стадион... Не забываем, что в этом раунде, в этой части разминченной разминки вопросы про вас. Леха, про тебя сейчас. Сто процентов. Ну, я понимаю, я был в Свердловской области. Я просто вспомнить не могу. Хоккейную арену. Ты в хоккейную арену? Псевдоним здесь, да? Урал. Правильно. Молодец. Лец. Нет? Уралец. Урал молодец. И получается Уралец. Но Леша сказал это вслух. Да, Урал молодец. Паузу, паузу выждал. Я докручивал, я просто вспомнил, что именно автомобилист арена, да, она звучно с Уралец, я начал уже. И ты за Уралец играл, разумеется. Ты играл или еще играешь формально? Ну, мы сейчас на паузе, так. Бразилия тренировал две вещи. Удар по центру и удар по ящикам. Опа, я втянул, я втянул, смотри. Уралец, они на паузе. Пропускают сезон? Да, но я следил за ними. А, я играл последний турнир был, когда кубок по ЛФЛ 8 на 8, чемпионат России. Вот там тоже, я как за Шеффилд меня позвали туда. Как сыграли? Бронзу взяли. Бронзовый призер. Забил? Я думаю, кубок Ректора, ты скажешь, ну там кубок Ректора. Тоже играл, когда учился. Ладно, последний вопрос. Эта часть разминчена. Разминки. Созвездие Южный Крест изображено на эмблеме двух клубов. Первый Крузейро, назовите второй клуб, если он был основан только в 2022 году. Алексей смеется. Ну, Алексей знает все. Бразильский футбол это его стихи. Конечно. Я могу начать, а ты можешь продолжить. Таму. Жунто. Таму Жунто, друзья. Причем Леха подумал, что это какой-то вопрос про Пламенго. Я помню, когда ты привозил, это же про тебя факт, когда ты привез бразильцев играть в нашу прекрасную медийную футбольную лигу. Бразилист Алишер выделялся, забил один из лучших голов этого сезона. Хороший, братья. Видишь, раскрыли таланты. Бразильская команда таджикские таланты раскрыла. Да, да. Какой забил красивый гол? Ты кто был? Алишер Рахимов забил в этом сезоне в одной четвертой Родине Медиа на стадионе Нижнего Новгорода. Когда очень сильно хотел выбить вал, неужели со своей? Со своей! Самый дальний гол в истории медиалиги. 4-2 впереди Гуркин. Мы продолжаем нашу футболину и переходим к раунду голевое чутье. А знаете, кто это, кстати? Я думал, что это игрок Баварии почему-то. А у нас очень эрудированные гости, в принципе. Не знаешь, кто это? Мюллер? Да. В этом раунде у вас будет 8 вопросов с двумя вариантами ответов. Вам также понадобится кнопка. Кто первый нажимает, тот отвечает за каждый правильный ответ по одному баллу. Если игрок нажимает на кнопку и дает неправильный ответ, то балл автоматически приходит сопернику. В случае, если ни один из игроков не нажмет кнопку, то получают штраф желтую карточку за пассивность. Две желтых минус балл. Минус премки. Да. Ну хорошо. А сменки реже, премки те же. Переходим к первому вопросу. Ты играл где-то? Я и не переставал, Лев. Я вообще в материале. Итак, погнали. Вопрос номер один. Кто еще не выигрывал Лигу чемпионов? Усман Дембеле или Альваро Марата? Алексей Гасилин нажимает и отвечает. Ну смотри, подожди. Ага. Вот, вот. Марата, да? Где он был? В Ювентусе? В Атлетико? А Дембеле вот тоже. А есть кто-то один из них выигрывал, да? Я думаю, что это Алексей Гасилин, судя по всему. Ну естественно, один выиграл, один нет. Блин, а ты уже нажал, я бы ответил, Лех. Да. Есть в твоем рассуждении некий пробел. И ты начал прям сразу с него. Марата, да? Где он был? В Ювентусе? В Атлетико? А Дембеле вот тоже. Ну Дембеле, Дембеле не выигрывал Лигу чемпионов. Ты можешь отвечать? Да. Давай. И ты отвечаешь? Усман Дембеле и его прекрасные усики. Потому что Альвара Марата выиграл Лигу чемпионов. За кого? За Реалу. Молодец. А что ж ты не назвал Реалу? А я не был очевидный. Где Реалу? Все, все. Тогда вопрос нет. Раз очевидно, то да, Альвара Марата делал это два раза в четырнадцатом и семнадцатом году. Молодец? Молодец. Переходим к следующему вопросу голевого чутья. 4-3 ведет Гуркин. Кто старшим? Бапе из Тудроц или Бапе из Реала? Да, Гуркин отвечает. Подожди. Ну, кстати. Нет, но Бапе из Реала старше. Нет, Бапе из Реала он девятнадцать восьмого года. Ну, а Бейпу, по-моему, девятнадцать сейчас. Ну, этот-то курит, пьет. Во-первых, ребята, я вас хочу поприветствовать. Во-вторых, во-вторых, хотелось бы, извините, что пропадал. Пропадал целый год. Он, кстати, в хорошей форме. Бейпу молодец, взялся за себя. Да. Он и его поэтому как раз в Реал когда подписали, попросили, чтобы он. Пожалуйста. Пойми за себя. С женщинами начни уже наконец-то. Лех, твой ответ финальный? Мбапе из Реала, конечно. А, это абсолютно верно. Мбапе из Реала. Более того, он действительно девяносто восьмого года, потому что Каму выиграл чемпионат мира в России. Он сделал это в двадцать лет. И то есть спустя двадцать лет после того, как та Франция выиграла чемпионат мира, Мбапе переродился. Ну, поняли. Я против него просто играл, поэтому знаю какого он года. Я просто вспомнил, когда я снимал с Баппем, Баппе было шестнадцать, а он уже тогда был маленький Баппе. Я думаю, ну не может быть в пятнадцать чудак просто там мировая жизнь. Конечно, может. А он две тысячи четвертого года, хотя ощущение, что девяносто четвертого. Смотрим. Следующий, третий вопрос. Итак, где было забито больше автоголов? На Евро 24 Леха Гасилин 1 или на КОП Америка 24? Подумай. Смотрел два турнира, блин, но КОП Америка, те матчи, которые я смотрел, автоголов практически не было. Поэтому для меня... Ну ты же не все смотрел. Ну конечно не все, поэтому отвечу Евро. Там-то я смотрел, там было много. Но чисто я по логике бы ответил Евро, потому что там матчи больше. Команд больше, матчи больше. Довольно времени нету, да? Ну вообще в целом. Твой ответ? Евро. И это правильно. Здесь никакого подвоха не было. Действительно, на Евро 10 на КОПе всего лишь один гол. Я смотрел, я не помню. А я смотрел много матчей, КОП, не спал. Переходим к следующему вопросу голливого чутья. Четвертый по счету. Сколько клубов в медиалиге примет участие в розыгрыше Кубка России? Леша, чуть-чуть прям на тоненького. Девил не попал. Который Гассилин. Не нажал, не попал. Как и в жизни, Леха. Голливое чутье есть, но не попал. Конечно, три. Ну да, да, да. Три. Три? Ну я сказал, что Леха Гассилин первым нажал. А ответил Леха Гуркина. Нет, он правильно ответил. Лех, Лех. Ну это прям. Ассист. Ассист. Нет, я же не нажал кнопку, надо вар посмотреть. Касания не было, она не загорелась, поэтому Алексей отвечает. Отвечает совершенно верно. Абсолютно правильно. Три клуба и это? Амкал. Амкал же есть? Жи есть. Броки Тудротс. Все. Все три правильно назвал, подтвердил статус медиалигщика. Итак, следующий, пятый вопрос. Голевого чутья. Что больше, стоимость состава сборной Англии на евро по данным трансфермаркта или кассовые сборы фильма Аватар? Ну что ж. Алексей Гассилин. Я просто буду рассуждать, но вот у них состав, ну чуть-чуть за миллиард, где-то вот миллиард сто. Да, да, да. Аватар? Ну, мне нравится просто фильм Аватар. Кэмерон вообще в порядке, поэтому я отвечу Аватар. Там будет пусть, ну Аватар, Аватар, да, Аватар. Ну ты что-то хотел предположить? Ну побольше там будет, конечно же. Ну на сколько? Ну ты что? А ты мне сейчас скажешь. Нет, ты сначала дай свой ответ. Но я считаю, что фильм Аватар, и по-моему, кассовые сборы его были что-то миллиард, может быть, полтора, что-то. Ну он рекорд точно поставил, я помню. Ну в общем твой ответ Аватар, и это действительно так. У Аватара больше сборы, два с половиной миллиарда евро, у сборной Англии полтора. Ну на ярд, немножечко. Но все равно цифра какая-то сумасшедшая. Я честно смотрел по этим, когда вот реклама выскакивает, всякая рандомная, три раза за ролик. На сайтах вот этих непонятно. Когда смотреть фильм онлайн десять восемьдесят. Ну ты посмотрел в итоге? Ну конечно посмотрел, но я говорю просто... Мой бюджет, я своим бюджетом не пополнил кассовые сборы фильма Аватар, ну и стоимость евро сборной Англии тоже. Ну тут получается ты пират? Хотя я знаю только одного, это Александр Пистолетов. Здесь я убью чудовище, лишь в окном побоище, здесь я найду сокровища. Итак, смотрим следующий, шестой вопрос. Лех, я на опережение сейчас бахну. Нет! Сколько букв используется при написании фамилии Хвичи Караскелии на форме сборной Грузии? Одиннадцать или тринадцать? Алексей Гуркин нажимает первый. Т, С, Т, С, К, Х, Э, Л, Я. Тринадцать. Тринадцать. Ответ Алексея Гуркина. А правильно! Тоже тринадцать! Тринадцать! Тоже тринадцать! Это какой-то обход по баллам немножечко получается. Семь пять, Леша Гуркин ведет. Лех, сейчас моя очередь. Газ добавляй. Газ добавляй газу. Смотрим, седьмой. И за какую сборную играл Виарел Молдаван? Молдавии и Румынии. Сразу подвох почувствовал. Румыния. Румыния. И это абсолютно верно. Виарел Молдаван при всем желании не мог бы сыграть за Молдавию, потому что мы этого не хотим. Восьмой вопрос голевого чутья. И здесь у кого самый высокий стартовый рейтинг в 24 фифе среди действующих российских футболистов у Алексея Мирончука или Александра Беловина? Блин, возьми моего кента, голову возьми. Ну а ты не хочешь себе бал? Ну а мы же по очереди. Не, я здесь готов тебе даже дать как раз, если ты знаешь бал, чтобы догнать. Ну хватит уступать-то, ну шо ж такое-то. Мазать, договорничок. Не, ладно, ну уступать, вы должны. Ладно, если что, я тебе, ну если неправильно. Итак. Леха тоже мой кент. Кто твой кент? А, голова, потому что выигрывали евро вместе, шо же я тоже, да? Ну, Александр Головин. Александр Головин, может быть, ты еще и назовешь рейтинг? 82. Я бы 82-ка. Угу. И Алексей Гасилин говорит, Александр Головин, правильный это ответ или нет? Барабанная дробь. Абсолютно верно. 79 головин. 79. Офигели? Умывей в порт, в Канаду, алло, вы что, не смотрите? Сейчас, чтобы... Не алло, алло, ну позвонить надо. Куда? Подожди, сейчас 10-й номер, капитан Монако, вообще в порядке, минимум 87 и информ карточка 99. А у Мирончука 77. Тоже, кстати, обнаглели? Много, да? Много слишком обнаглели. Как он проводил ужины со мной вместе, но там минимум 90 градусов напитки. 7-7 у нас ничья после двух раундов. Как 7-7? Было 7-5, сейчас 7-7 стало? Ну то, что ты два раза правильно ответил. О, ничего себе, Алексей, как бывает? Чувствуешь, как здесь, да? Периодически надо напоминать, что они делали в этой игре, ну, чтобы немножечко освежать в памяти. Итак, мы переходим к раунду. Какому? Знаете вы ничего. Вар. В раунде вар 6 изображений, нет никаких вариантов, вы ничего не выбираете. И один балл за каждый правильный ответ. Кто нажимает, тот отвечает. Вы сейчас на экране все увидите, какая формулировка вопроса и что вам нужно будет делать. Итак, погнали. Назовите стадион по лего-модели. Гасилин. Ну это вот сейчас Лукойл. Лукойл Арена. Ну что ж, все верно. Арена моего клуба не самого любимого, потому что я за Зенит. А, ну, получается... Ну я знаю, да, Лукойл Арена. Я вчера так, честно, Спартак раскритиковал, они Оренбургу проиграли. А я хочу сильный Спартак. Извините, болельщики Спартака. Просто очень хочу сильный Спартака. Сценку можно разыграть. Ой, какая ошибка! Какая! Какая ужасная ошибка Спартака! К матчу, когда этот выпуск выйдет, я думаю, они уже могут во втором круге сыграть ответный матч. Вот зимой, видишь, Садьер, он как раз зимний. Сыграть ответный матч с Оренбургом. Да, и потом выпустить это видео. Леха, ну они же выиграли, ты че? Хочу сильный Спартак, это несерьезно. 8-7, Гасселин впереди. Все, Леха, надо этот. Ну надо включаться. Включайся, включайся, теперь ты включайся. Давай, теперь ждем включки от Гуркина. Следующий вопрос. Какое выражение известного комментатора нейросети изобразила таким образом? Обычно на вопрос, где есть слово нейросеть, быстро так кнопку не нажимают. Но Леша Гуркин сделал это. Ну у меня первая идея сразу – это пушка страшная. О, да, классно. Блестящий Леша Гуркин! Гуркин сказал эту фразу, да? Это правда. Георгий Ширданцев же? Ну блин, мужик-то красивый. Меня знаешь, что смутило? Я думаю, пушка страшная, а мужик красивый. В чем логика? Почему мне не нравится? Блин, а меня смутило, что ты говоришь, что мужик красивый. Справляются голландцы, Колодин, пушка страшная у него! Ну-ка! Колодин, пушка страшная у него, ну-ка! Ну конечно! Ну конечно, Колодин, пушка страшная. Я когда первый раз увидел, подумал, ну это же Колодин. 8-8! Получается, ноздря в ноздрю. Ну, или иными словами, очко в очко. Смотрим. Тихо, подожди, здесь говорят сначала красивый парень, потом очко в очко. Вы что, с ума сходим? Красивый парень, ты кто? Я хочу, чтобы это вырезали. Это, пожалуйста, да. Не хочешь сильный Спартак, получается. Следующий вопрос. Назовите сборную, которая свой последний матч провела на Олимпиаде в 2012 году. Ууууу, Уэльс. Ну, блин, нет, это я хотел сказать Уэльс, это Грейт Бриттен. Грейт Бриттен. Форуму смотри, да. Грейт Бриттен. Грейт Бриттен. Твой финальный ответ. Грейт Бриттен. Великобритания. Великобритания. И это правильный ответ, действительно. сборная великобритании на олимпиаде гиггс прогрузился а потом начали остальные я понял что что-то не так да и по цветам немножко да 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 я соберу форму смотри а гиггс тоже подметил они же на олимпиаде как великобритании сборной великобритании собрали специально к олимпиаде домашний до этого она там с начала века до 70-х играла а потом не играла с котом да и вот на олимпиаде собралась и ничего не выиграла потому что двенадцатом году играла сборной бразилии бразил да а сборной великобритании вылетела вот там помимо гиггса из крэг беллами тоже игрок сборной уэльса поехали следующий с 1981 по 93 он провел более 150 матчей за атлетик из бильбао тренерскую карьеру он начал еще в 97 но многие узнали о нем совсем недавно назовите его поменялось лицо алексея гуркина как будто он на секунду вспомнил но потом забыл кто это мне кажется баск вариантики какие многие многие о нем узнали совсем недавно так это что значит давайте попробуем подумать ну мы не я не знаю почему дашь подсказку пожалуйста ну пожалуйста одну маленькую маленькую маленькие уже до того как попросил подсказку хотел что-то сказать ну я хотел сказать дашь подсказку пожалуйста я думаю у тебя какая-то теория скажи пожалуйста этот прекрасный человек выиграл чемпионат европы какой твой ответ не попросил я просил подсказку ну ты проще подсказку уже как будто у тебя есть что сказать лёха это он я думаю я просто его плана другое я играл против его сборной до дел флэнт это да ну я же понял что ты понял это луиз дала фуэнте ты как догадался ну потому что он я знал то что факт что он играл за атлетиками либо и то что его только сейчас узнали хотя я-то его знаю еще получается 15 года когда нас финале чемпионата европы бы готовленный вопрос этим под гость лег ты его уже знал да и нас также берем его сейчас around разминка наш как но многие узнали о нем совсем недавно скобочка кроме алексея гасилина который знал его уже десять лет не этот ты знаешь как воду дальше почему ямаль девятнадцатый номер вот мы играли финале первого чемпионата европы вот которую в иголе 19 мы играли с ними в группе и финале потом соответственно у них там получите было родри мерина осенцию хорошие и его спросили кто вот сборной команды россии вам понравилось ну вот это 19 я играл по девятнадцатым я сам звучу символичку сборный турнир попал там за злой бутс убился и вот ямаль пришел вот меня так запомнился на том чемпионате к первым русские вот этот по 19 ты должен играть по 19 номерам а я еще обязательно вопрос должен быть вот какого ямаль запомнил по 19 номером обязательно это шутка то 5 напишешься не если серьезно то я когда играл воробьев горах спортшколе у меня 19 номер был как раз и мы играли у нас был матч против сборной москвы девочек мы играли девочки на два года старше были и мы их по моему 10 хлопнули эту игру транслировали как раз на испанском тв них был канал называется херня тв непонятные видео каждый час а ямаль в детстве он очень такой активный был ребенок включили он тоже посмотрел думал там парень три отдал два забил с какими людьми сегодня до футболина конечно я одну даже как-то это неудобно честно говоря счет нашей игры на данный момент не понравился бы луису дал фуэнто 9 9 добавить мы как в теннисе идем у нас не понравился бы луис дал фэнто и курбану бердееву следующий вопрос раунда вар назовите футболиста пошутливой карточки знаешь у меня два варианта да нет это либо бэллингем конечно 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 либо ромарой просто после загорел и не на бэллингем бэллингем конечно 10 9 гуркин впереди газ давай там просто потом время закончится ты будешь кусать локти подожди давай значит нет перед тем как ты отвечу сразу расскажу историю как вы с этим человеком где-то в кафе обсуждали а ты же первый но здесь кубки конференции кубок уэфа лиги европы точнее лиги чемпионов лёха знает лёха первый я нажал да но честно у меня так прям сходу кто-то размышляет но человек по понятно что не просто набил просто красиво что-то выиграл но я не вижу мкс опять же ну по идее это опять же навряд ли кто-то из южной америки это скорее кто-то европеец для конференции сколько сегодня последний вот и конференции вспоминать ну блины на всякий случай миранчук алексей нажму на ранее он либо конференции не выигрывал тоже ну да я уже сказал миранчук поэтому если это миранчук авансом понял на я не знаю это мало что может изменить возможно в твоих рассуждениях но давай какой-нибудь ответ ты скажешь а мы решим правильный ты или нет как итальянцы как только нет они еще татуировки не красиво кто из итальянцев лигу чемпион выиграл ну это может человек который давай считаю предположение не легкий уже сказал лишь гасилин 321 и это подожди видос давай ну ты уже такую тактику избирал все да я не знаю вижу и просто раз тебе помогло я тебе не подсказал любого просто бахнет вдруг попадешь вот нас тройся и так дросси почему-то вы решили перебирать футболистов думая что если мы спросили про луиса жозе мауриньо забыли про тренеров единственный наставник который выиграл и кубок в файле чемпионов и лигу конференции теперь может на сигарете сидеть ровно но на то не делает а это был последний вопрос раунд вар счет 10 9 из что-то с последним вопросом у вас не сложилось но результат вполне добротный интрига сохраняется перед заключительным раундом основной футболина который называется отдал открылся кто тебя так удивил леонид аркадьевич усы вообще как щетка если честно правило раунда отдал открылся у вас будет общий вопрос вы его увидите на экране там будет слово ответ с одной открытой буквы в каждом из этих слов если вы ответ знаете можете сразу его дать тогда получите три балла только по кнопке если не знаете то можем вам добавить еще по букве тогда может быть заработать только два балла еще по стопочке и по стопочке еще добавляем по одной букве и тогда максимум один балл комментируя сложность ведения переговоров с руководством зенита представитель фламенго пожаловался что ему приходится иметь дело с бывшим ним назовите его двумя словами на соседние буквы алфавита и так судя по всему ситуация которая произошла относительно недавно вам не знакома а лёх ты знаешь я нажал да ну ты нажал ты знаешь давай президент россии вспомнил то есть даже не пришлось открывать никакие буквы лёша гуркин справляется президент россии это верно сразу три балла зарабатывает потому что ребята перепутали дмитрия медведева и александра медведева вопрос следующий во время матчей футболистам не разрешается использовать что-то кроме официальной экипировки однако несколько лет назад шотландцу полу маговину разрешили на протяжении 16 недель играть с этим предметом но только в утренних подожди я знаю это браслет на ногу тюремный ну что за звери браслет невероятно а правильно как звучит я откуда а по буквам ну я знаю что это вот браслет который ну так отвечай электрический браслет ну вот именно вот именно просто когда показывал на ногу он сказал электрический браслет ну электронный все это верно это очень серьезная сейчас ты должен быть максимально бдителен пожалуйста молю тебя ради всеобщего блага 13 12 алексей гуркин ведет и мы смотрим последний вопрос раунда отдал открылся решается судьба основной футболины кому достанется шоколадный кубок открытие динамо в москве состоялась еще в 1938 цска в 2018 с 2020 в петербурге есть зенит а вот крылья совета в самаре убрали и закончать но план для ускорения работы назовите то о чем идет речь в вопросе судя по всему алексей гасилин знает о чем речь нет а не думал я думал лёх давай букву добавляй последний вопрос добавляем 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 по одной букве и это твоя версия бьется об эти буквы нет правда не правда не бьется не называй тогда получается нет подожди ты же понимаешь что если ты в итоге не сейчас не ответишь не после того как мы добавим еще по две буквы то тогда ты проиграешь я понимаю надо как-то включаться получается добавляем по букве чувствую чувствую не вывозите хотя начало было очень хорошее и так добавляем добавляем кто первый танцометро ну лёха первый он нажал я не но он сказал зато не это лёха не ну мы кто первый кнопку нажал так ну ты хотел сказать конечно 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 сразу но так не хорошо делать алексей извините я просто сначала мне кажется знал в общем со счетом 14 12 алексей гуркин побеждает в раунде и основной футболине поэтому тебе достает шоколадный кубок лёша вопросе перечислены не футбольные клубы и стадионы одноименные станции открытые возле этих арен в разных городах знаешь что я могу сказать основная футболина закончилась получается лёш выиграл лёш проиграл лёха красавец только твоя поддержка помогать могу сказать от себя лично и от всего капитал шоу футболина что очень хорошо вы сыграли вы молодцы поэтому эти аплодисменты уважаемых джентльменов наталья людмила анжела вам огромное спасибо эта группа поддержки футболина 17 лет они уже здесь и медмила георгиевна все здесь в общем символом большое и вам спасибо зрители очень было приятно вот знаете чувствуется уже зритель хороший будет качественно да то хоть не хотите пожалуйста меня просто сейчас она матч ты в этом закрытили что я там ошибся и вообще в целом нет вы знаете что делать ну и давайте не расслабляйтесь потому что впереди супер игра у вас будет полтора минут это мало это очень мало 90 секунд 11 человек у нас 7 секунд максимум чтобы угадать это нормально в этой футболе никто не умер алексей гуркина алексей гасилин в супер игре основную футболину прошли хорошо остались ли силы сейчас увидим если они побеждают то забирают 50 тысяч рублей если нет то эта сумма отправляется в наш фонд пари и побеждай на счет 3 раз два три играет в химках играл сейчас из азербайджанской команды перешел из ничьи вчера сработал два пенальти в спартаке был крайне в арсиле был гулеев а яс не в атлетике бильбао крайне и нападающий в сборной испании играл сейчас в венеемся правильно дальше дальше в зените играет на замену часто выходит тоже крайне и бразил бразил педро не они это постарше его раньше купили клаудине уэндл 31 номер а этот и давай дальше дальше поиграл легенда арсенала играл в монако с головиным испанец испанец фабрегас правильно легендарный воротарь спартака фильмонов а мне раньше плетикоса тренер цска был тренером локомотива сейчас новый тренер цска был тренером локомотива выиграл кубок с локомотивом серб блять серб дальше я не спал болельщик динамо ведет студии все на матч как у медведева имя дмитрий занозин дальше защитник цска счет щетка 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 правильно в химках играл в ахмате играл нападающий такой темнокожий ребята сколько у мою пять не ну ты сложных лёг ты каких-то прям 5 мы начали не то было зенита 31 мантуан мантуан но там тяжелый воду слушай ну вот если если мне объяснить а давай доиграем ты объяснишь давай дань я попробую объяснить ребятки немножечко может быть немножечко переволновались 5 из 11 много времени потратили ошибались но старались поэтому мы просто дадим мать чистое сердце поменяться местами и сыграть уже вне зачет 1 2 3 бразик который через себя забыл начать мир эвертон играл играл еще в решении защитник крайне спартака который из химок пришел в русский не особо он играл много дальше 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 вратарь краснодара сафонов до нападающий испанский марат другой очень похоже на был легенды такой ливерпуле нет легенды ливерпуля фернандо было дальше 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 не вернуть уже дальше ну лю дальше австриец по моему он играет за сборную и за зальбург австрийц дальше но это легенда тренер тренер старый для воски дальше защитника томи из центра бил за динамо тоже центрально дальше спасибо наигрался клянусь наигрался мы первые мы первые кто закончили раньше времени искал что ну за деньги не играешь ну и не сыграл ну что ребята мы наигрались довольно нажимались все для вас все ради контента алексей гуркин алексей гасилин загадываю желание чтобы все чтобы футболину смотрели всегда пока когда ты стоишь вот у тебя эти 90 секунд еще это начинаешь распишись торопиться какие-то ошибки делать и когда выскакивают люди которых конечно можно объяснить конечно алексей бы мог угадать их уже чуть-чуть сбивается ритм ну а так конечно пишите попроще футболистов там роналдо месси честно я не видел таких расстроенных людей которые деньги не выгодят пойдем пока